Привет, друзья! Вы смотрите АРУ-ТВ. Меня зовут Артемий Кивыч Троицкий. Провожу сегодня трэш-парад, трэш-парад холодного сезона. Поехали! На десятом месте у нас демонтаж, точнее запрет на монтаж Ока Саурона на одном из небоскребов комплекса Москва-Сити. Известный трибун РПЦ Всеволод Чаплин сказал, в любом случае это демонический символ. Такой символ торжествующего зла возносится над городом, становится чуть ли не самым высоким объектом в городе. Хорошо это или плохо? Я боюсь, что скорее плохо. Не надо потом удивляться, если с городом что-то не так пойдет. На следующий раз у меня имеются ровно два соображения по этому поводу. Соображение первое. Я всегда читал, будучи в меньшинстве, не спорю, произведение Толкиена образцом чистого графоманства. На мой взгляд, абсолютно дурацкие произведения. Плод фантазии праздного скучающего университетского профессора в провинциальной Британии. Второе, это то, что Протеерей Всеволод Чаплин явно находится в плену каких-то демонических сил, потому что как мог служитель церкви, которые вообще не должны никак реагировать на какие-то проявления мистики, язычества? Оксаурону, ну это чистое язычество, это вообще не пойми что. Это какие-то предрассудки, это какая-то чертовщина. А он тут говорит, очевидно, верю в эту чертовщину, что если это око будет сиять над городом Москвой, значит что-то с городом не так пойдет. В общем, чистое мракобесие и обскурантизм. На девятом месте нашего трэш-парада история с российским рэпером по кличке Тимати. Тимати объявил в своих многочисленных информационных ресурсах о том, что он с российским триколором влез на пресловутый значок Голливуда, за что был задержан американскими гнусными копами и оштрафован на 500 долларов. Как выяснилось, все это было ложью. То есть, полиция города Лос-Анджелеса сказала, что никакого Тимати они не задерживали, ничего такого не знают, никакой денежный штраф на него не располагался. Ну, разумеется, со стороны Тимати это была самореклама, пиар-ход. Обращает на себя внимание, естественно, то, что Тимати всю свою карьеру славную, он сам косил под какого-то афроамериканца, под какого-то мулата, там ее, там все дела, рэмперы, американские друзья, американские продюсеры, американское все-все-все. Но теперь, значит, подружившись, по-видимому, с Рамзаном Кадыровым вспомнил Тимати. Настоящее имя у него, кстати, вовсе не Тимати. Тимати-то имя англосаксонское, у него имя какое не помню. Скорее всего, татарское, поскольку Тимати вообще, говорят, татарин. Так вот вспомнил он о своих мусульманских корнях, по всей видимости, а также о российском трикалоре. Смешно, конечно, предположить, что американские копы отреагировали бы как-то на такую акцию, даже если бы она состоялась, потому что, ну, какое им дело до трехцветного флага. Тем более, что его легко можно спутать и с голландским флагом, и с французским флагом, говоря уже о флагах государственных Словакии и Словении. В общем, конфуз получился у Тимати. Думаю, что не в первый и не в последний раз. Следующие три пункта нашего треш-парада, пункты за номерами 8, 7 и 6, можно объединить в один сегмент. Я назвал его пищеблок. Ну, вы сами знаете прекрасно, если вы живете в России или ее окрестностях, что цены у нас в магазинах на продовольствие сильно подскочили. Знаете также, что во многом это связано с тем, что Владимир Путин ввел эмбарго на ввоз некоторых видов продовольственной продукции из-за границы. Таким образом, не то чтобы улучшить, скорее, усугубив ситуацию на российских прилавках. И, в общем, с этим связан целый ряд всяких малоприятных обстоятельств. Начнем с пункта номер 8. Некто Александр Сирый, являющийся основателем сообщества худей, как я, в городе Петербурге, предложил всем худеющим этого славного города, мужчинам и женщинам, блокадную диету. То есть, он сказал, что вот было бы неплохо провести такой разгрузочный денек, ну, а может быть, в принципе, и два, и три, посадив добровольным образом себя на блокадный паек. То есть, 400 грамм хлеба, неограниченное количество воды и больше ничего. Ну, само по себе это, конечно, не особо красиво. И напомнило это мне мою старинную подругу, к сожалению, уже покойную, давно бабушку моего друга Александра Лепницкого, знаменитую актрису Татьяну Акуневскую, которой на связь была всегда первостатейная красавица, при том, что отсидела около десятка лет в сталинских лагерях. Так вот, Татуля, как мы ее все звали, когда речь в компаниях заходила о фигуре, о худении, о диетах и тому подобных вещах, она всегда говорила, что-то я не помню, чтобы у нас в ГУЛАГе были полненькие. Ну, понятное дело, что моралью из этого было – жрать надо меньше. Ну, вот Татуля, Татьяна Акуневская, она знала, о чем говорила. Вот имел ли право Александр Сирый из сообщества «Худей, как я» предлагать жителям нашей страны блокадную диету – вот это большой вопрос. Второй отсек нашего пищеблока или же позиция номер семь нашего трэш-парада – это уже рекомендация вице-губернатора Новосибирской области по имени Сергей Семка, который призвал всех россиян, ну, как минимум всех жителей Новосибирской области, отказаться от употребления сыра с плесенью. Аргументировал он это таким образом. «Надо жить немножко другими желаниями. Не стремиться к сыру с плесенью, а немножко больше о духовном думать. Когда мы задумываемся о сыре с плесенью, у нас времени не остается думать о другом». Понятное дело, что сыр с плесенью – это, конечно, очень такой серьезный пункт для раздумий к ручине медитации любого россиянина. И тут я вспомнил другой анекдот. Анекдот про сыр «Дорблю». Ну, знаете, что самый популярный сыр с плесенью называется «Дорблю». Так вот, приходит наш соотечественник, россиянин, в продуктовый магазин, там стоит дамочка-продавщица. И он спрашивает ее, скажите, пожалуйста, а сыр «Дорблю» у вас есть? Она на него выпяливает глаза, говорит, чего, какой сыр «Дор», чего? «Дорблю, ну, это сыр такой, знаете, с плесенью». А, сыр с плесенью, вы знаете, что? Нет, вот, к сожалению, сыра «Дорблю» у нас нет. Зато у нас есть яблоки «Дорблю», хлеб «Дорблю» и сосиски «Дорблю». Ну, о чем тут еще думать, как не о вечном, хорошем и высокодуховном. И на шестом месте нашего трэш-парада это заключительный аккорд сегмента под названием «Пища Блок». У нас, в общем-то, довольно трагичное сообщение про пожилую женщину, жительницу Балахнинского района Нижегородской губернии, которая в момент ажиотажного спроса купила 320 килограмм гречневой крупы. Вот, купила она эту самую гречку, а что с ней делать потом? Непонятно. Попросила городские власти то ли ей помочь материально, то ли хотя бы предоставить какие-то возможности для хранения этой самой гречки. Тяжелая, тяжелая у нас ситуация. 320 килогречки. Шестое место. На пятом месте сообщение из области фантастики. Честно говоря, когда я прочел его, то подумал, что, может быть, каким-то образом я перепутал январь месяц с первым апреля. Тем не менее, это все именно так. Сообщение от правительства Российской Федерации гласит, что наше правительство запретило транссексуалам, трансвеститам, фетишистам и садомазохистам управлять транспортными средствами. Опаньки. Вот так вот. Куда же теперь деваться фетишисту, садомазохисту, тем более транссексуалу и так далее? Очень-очень тревожно за этот беспокойный контингент, за эту группу риска нашей передовой общественности. Еще более интересно, конечно, то, каким образом правительство Российской Федерации будет определять, кто тут фетишист, кто транссексуал. Ну, транссексуалов еще их там где-то отловить. Можно, в конце концов, провести какую-нибудь анатомическую экспертизу. Но вот как быть действительно с фетишистами, как быть садомазохистами, загадочнейшее постановление, очень интересно будет узнать, когда первый транссексуал, слэш, трансвестит, фетишист, садомазохист будет лишен водительских прав по этой самой причине. Что-то подсказывает мне, что таковых так и не будет. А если все-таки до кого-то дело дойдет, то, скорее всего, чует мое сердце. Лишат его водительских прав вовсе не по причине его сексуальных отклонений. На четвертом месте в нашем трэш-параде оказался один из моих любимых телеведущих Владимир Соловьев. Знаете вы, наверное, всякие буйные программки с его участием и про его модерирование. Знаете вы наверняка и то, каким патологическим патриотизмом отличается Владимир Соловьев. Так вот, этот самый патриот Соловьев был обнаружен, более того, сам себя, можно сказать, раскрыл, находясь в стане нашего заклятого идеологического, а также военного, а также геополитического врага. Обнаружился Владимир Соловьев в городе Майами, штат Флорида, Соединенные Штаты Америки. После того, как его всякие эти селфи-фотки и так далее стали достоянием общественности, один из подписчиков Владимира Соловьева рискнул спросить у него, «А вы сами-то чего в стане потенциального военного противника делаете?» «На что?» А вопрос-то, сами понимаете, более чем резонный. Так вот, на это Владимир Соловьев в свойственной ему деликатной, изысканной манере ответил, «А ты что за урод спрашивать?» Я лично Владимиру Соловьеву не то чтобы сочувствую, но, в общем-то, я его понимаю. Дело в том, что, скорее всего, в страну Америку скоро Владимиру Соловьеву въезд, а также влет будет закрыт, как человеку, в общем-то, принимающему активное участие в развязывании агрессивных настроений в Российской Федерации. Более того, есть у меня такие смутные опасения и тревоги, что будет ему закрыт въезд и в Европейский Союз. Вот по поводу недвижимости в Америке у Соловьева я ничего не могу сказать. Свечку не держал, накладные не читал, не в курсе. Но вот в ЕС, конкретно в Северной Италии, не вдалеке от озера Кому, у Владимира Соловьева имеется элитнейшая недвижимость. И что же будет? И как же теперь? В общем, понимаю я тревогу Владимира Соловьева, а также его несдержанный ответ на законный вопрос читателя. Напомню, что смотрите вы aru.tv. Меня зовут Артемий Троицкий, и мы дошли уже до первой троицы, до первой тройки нашего трэш-парада холодного сезона. На третьем месте новость, которая пришла с Минского саммита. Проходил саммит, как вы знаете, в феврале месяце. Были там достигнуты некоторые договоренности. Более того, в момент, когда я произношу эти слова, эти договоренности еще более-менее, слава тебе Господи, выполняются. Есть смутная надежда на то, что действительно мирный процесс на Украине как-то пойдет вперед. Но это не трэш-новости, это просто, в общем-то, хорошие обнадеживающие новости. А трэш-новость состоит в том, что корреспондент портала, а также телеканала нашего медиахолдинга под названием Live News, корреспондент по имени Александр Юнашев или Юнашев, не знаю, как правильно произносить, так вот он облаял, то есть буквально облаял по собачьи украинских коллег во время этого самого саммита. Сеанс облаивания состоялся, когда весь журналистский пул ожидал прибытия дорогих гостей, и вот тут-то вот Александра Юнашева и прорвало на этот самый лай. Почему я так высоко этот, ну, в общем-то, курьезный эпизод поставил в нашем трэш-параде? По одной простой причине. Я давно заметил, что у людей, которые активно поддерживают аннексию Крыма, оккупацию Украины, ведение там всяких активных действий, естественно, которые постоянно говорят о том, что украинцы, если не все, то уж, по крайней мере, в большинстве своем это все бандеровцы и фашисты, прочее и прочее. У этих людей, в общем-то, нет аргументов. То есть вот вы им говорите, вот так-то и так-то, так-то и так-то, вот, пожалуйста, там самолеты, танки, ракеты, вот вам погибшие солдаты, вот вам наемники, вот вам российские политехнологи, там, прочее и прочее. Они на это отвечают, нет, нет и нет, и Крым наш, и точка. Аргументов нет. Фашисты, гады, сволочи, мальчика распяли. То есть, в принципе, в принципе, когда нет аргументов, то, в общем-то, вот чем повторять как мантру одни и те же дурацкие слова по поводу того, что Крым наш, украинцы фашисты, в принципе, как мне кажется, гораздо правильнее просто лаять. То есть вот так вот лаять, бессловесно лаять, высказывая таким образом свое чисто эмоциональное отношение к происходящему. Потому что, в общем-то, кроме эмоций, ничего такого идущего от мозгов, ничего такого идущего, собственно, от того, что отличает человека от собаки, тут просто нет. На втором месте Вика Цыганова. Возможно, вы знаете такую певицу. В общем-то, никаких хитов, никаких запоминающихся песен у нее, честно говоря, отродясь не было. Была одна какая-то песня про водку, но это даже не песня под названием «Рюмка водки на столе», которую действительно у нас любят петь. Это какая-то еще у нее была песня про водку, уже давно забытая. Ну, теперь Вика Цыганова занимается тем, что выступает на митингах в контексте так называемого движения «Антимайдан», в поддержку Новороссии и всего такого прочего. В этой связи две интересные детальки по поводу Вики Цыгановой. Деталь первая. Вика Цыганова в компании с еще одним человеком, вроде бы писателем. Я думаю, что он примерно такой же писатель, как Вика Цыганова, артистка. Так вот, Вика Цыганова и некто Николай Стариков со сцены публично назвали украинский Майдан эмбрионом Геббельса, пересаженным в человекообразное существо, танцующее в храме. Ну, надо прямо сказать, что вот сейчас вот я взглянул на листок бумаги, потому что запомнить эту формулировку было категорически невозможно. В общем, трактуйте как хотите. Бульная фантазия у Вики Цыгановой и Николая Старикова. Я вот думаю, что скорее таким людям нельзя доверять вождение транспортными средствами, потому что, ну, я думаю, что любой транссексуал или фетишист рядом с людьми, способными на такие метафоры, ну, это просто здоровяк-культурист. Ну, и второй факт, касающийся Вики Цыгановой, состоит в том, что совсем недавно, уже в марте месяце, стало известно, это стало известно фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, что из городского бюджета города Петергофа Ленинградской области был потрачен 1 миллион 300 тысяч рублей на выкуп билетов на концерт Вики Цыгановой в этом самом городе-городке, точнее, Петергофе. Составило это почти полпроцента от годового бюджета города Петергофа. Вот такие дела. Значит, вы можете сами посчитать, сколько долларов или евро в переводе с рублей составил гонорар Вики Цыгановой. Я думаю, что вряд ли значительная часть этих денег пошла, скажем, на установку микрофонов или уборку зрительного зала после окончания мероприятия. Полагаю, что это, скорее всего, был все-таки гонорар Вики Цыгановой. И подумайте еще, сколько всего хорошего и полезного можно было бы сделать для ветеранов, пенсионеров, детей, больных, неимущих города Петергофа за вот эти самые 1 миллион 300 тысяч рублей, которые Вика Цыганова, отъявленная патриотка, у них из кармана практически вытащила. И теперь еще одна звезда отечественной поп-музыки. На этот раз звезда реальная, действительно крупная величина, Иосиф Кобзон. Иосиф Давыдович, крупный бизнесмен на протяжении уже пары, а то и тройки десятилетий, а также бессменный депутат Госдумы от партии «Единая Россия», призвал уничтожать бездомных собак. Сказал он буквально следующее. «Необходимо принимать кардинальные меры. Собак нужно отлавливать и уничтожать. И плевать на тех зеленых, которые их защищают. Какие могут быть защитники? Только кардинальные меры в решении этого вопроса». Ну, надо сказать, что сказано это было не просто так. В городе Чите, на самом деле, предположительно стая бездомных собак загрызла насмерть девятилетнего мальчика, что, в общем-то, отнюдь не означает, что бездомных собак надо уничтожать. И тут было бы очень уместно вспомнить известное изречение великого индуса Махатмы Ганди. Кстати, того самого, в обществе которого мечтал бы побывать наш президент Владимир Путин. Путин сказал, когда его спросили, с кем он хотел бы пообщаться из известных политических деятелей. Но он сказал, ну вот, к сожалению, Ганди-то уже отошел в мир иной, так что после него больше вроде бы и не с кем. Так вот, Ганди Махатма в свое время произнес следующую прекрасную фразу, под которой, я думаю, все цивилизованные люди рады будут поставить свои подписи. Он сказал, о величии страны и нравственном состоянии ее народа судят по тому, как в ней относятся к животным. И в заключение тут можно сказать еще и то, что в Государственной Думе Российской Федерации с 2011 года, то есть, считайте, уже почти четыре года полощится, муссируется закон об ответственном и гуманном отношении к животным. И вот этот самый закон на протяжении всех этих лет он до сих пор не принят. Так что депутату Кобзону, равно как и другим депутатам Госдумы, чем призывать к уничтожению братьев наших меньших и друзей человека, вот лучше бы они приняли бы на самом деле этот закон. И это я уже говорю без всякого стеба, а говорю абсолютно серьезно. Всем пока, салют, не замерзайте. Следующий трэш-парад у нас уже будет по горячим следам теплого сезона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА